Приветствую вас дорогие друзья, с вами Лурли Мур и добро пожаловать на спец видео, на котором мы будем решать судьбу моего канала. Если ты любишь что-то решать и на что-то влиять, ты попал по адресу, потому что сегодня у тебя есть возможность проголосовать и серьезно повлиять на то, что будет в ближайшее время у меня на канале. И само собой я с радостью предоставляю тебя, мой дорогой подписчик, эту возможность. Дело в том, что в предыдущем выпуске, ну, интересных проектов я сказал, что я сталкиваюсь с техническими проблемами с инженерами и по этой самой причине мне очень сложно снимать инженеров. Я трачу более двух с половиной часов, чтобы снять 10-минутный ролик. И делать это каждый день я не могу. К огромному сожалению, я не могу. Да, и два часа с половиной это еще хорошо, бывает и больше. И я считаю, что овчинка выделки не стоит. То есть столько тратить сил на то, чтобы это снять на таком старом железе, это не самый хороший вариант. Учитывая оптимизацию инженеров, учитывая мои возможности, к сожалению. И я так понимаю, что многие заходят на мой канал за инженерами. Мне очень жаль, конечно, вас расстраивать. Да, но, к сожалению, инженеров будет поменьше. Поменьше, чем раньше. Они будут, но они будут выходить не так часто. Если честно, по моему настроению. Сериал аналогично. Он будет выходить очень редко, потому что я трачу огромное количество сил и не получаю того, чего хотел. Итак, сейчас настало время для нашего голосования. Ну, а на фоне этого я буду играть наш No Man's Sky. И на протяжении всего этого времени, чтобы вам не было скучно. Так, топ-10 игр. Где же мой списочек? Сейчас я его достану. Номер один. Игру, которую я очень люблю. И про которую я хотел бы делать много разных видео. Это игра под названием, конечно же, то, что вы сейчас смотрите, это No Man's Sky. Да. По No Man's Sky можно сделать как минимум 20 видео, при том на совершенно разную тематику, на совершенно разные элементы. По сюжетке, по абсолютно разным сюжеткам, то есть с кульминацией, подробным разбором и интересными элементами. В принципе, можно сделать абсолютно все. Так как, благо, на это есть возможности. Итак, дальше. Про No Man's Sky, я думаю, вы уже все поняли. Эту игру более или менее тянет мой ПК, как вы можете сами видеть. И особых проблем тут нет. Далее. Далее есть такая игра у нас, как Stationers. То есть игра под номером 2, это Stationers. И очень интересная игра. В ней появилось очень много контента за это лето. И действительно, если ты любил играть в Minecraft с такими модами, как Industrial Craft, и тебе привет. Industrial Craft, там не знаю, Build Craft, то есть любил крафтить, обожал все это делать, то эта игра просто тебя очарует. И то есть голосуй за эту игру, если ты хочешь увидеть по ней видео. Я выпускал по ней видео, да, но они не особо зашли, к сожалению, потому что, не знаю, народ просто не хочет как будто бы видеть что-то кроме инженера. Это обидно и это трагично. Ну что ж, голосуй за него. И кстати, вы можете не обязательно писать в комментариях, просто справа сверху будет все время высвечиваться ссылочка на голосование. Вы можете просто нажать на любимую игру, которую хотите увидеть. Даже до того, как я договорю, вы уже все увидите. Дальше. Дальше в списке у нас такая игра, как TerraTech. TerraTech очень интересная игра. Сразу скажу, что в ней тоже появилось огромное количество контента, ну очень много. Там появилась новая фракция, экспериментальные различные блоки, все такое. Если вам интересна эта игра, то за нее. Прошу проголосовать, как говорится, за нее. Мне она лично очень нравится. Игра, я по ней снимал, не очень популярна была, но тем не менее. Если захочешь, то обязательно голосуй. Дальше. Дальше следующая в списке идет такая игра, как Stormworks. Как говорит Нильгорн, с горячей картошкой во рту. Stormworks, даже Stormworks. Здоровье и благ ему. Короче, Stormworks это замечательная игра для тех, кто любит морскую тему и крафт. То есть крафт плюс морская тема, это замечательный способ быть, то есть иметь возможность все это крафтить, все эти морские и не только морские, вообще все спасательные элементы. Вы можете крафтить там субмарину, вы можете крафтить вертолеты и спасать благодаря, с помощью всего этого людей и все остальное. Короче, симулятор спасательных работ. Штормовый. Такая вот классная игра, я по ней снимал, но как бы не особо популярна тоже все это. Далее. Далее в списке идет такая замечательная игра, как Asiris New Dawn. Я делал по ней летсплей и он в принципе так не так позорно и зашел. Да, не так позорно и зашел. В этом был тоже какой-то своеобразный кайф. Тем более в этой игре тоже появилось огромное количество новых нововведений, то есть нового контента, новые миссии появились и этот, эту игру вроде бы мой пока тянул, поэтому если вы захотите увидеть снова по этой игре что-то, то обязательно ставьте, оставьте лайк, ну лайк самостоятельно, блин, то есть само собой ставьте лайк и конечно же голосуйте за это. Ух ты ж сколько всего у меня тут выросло. Да, вот он звездный лук тоже вырос. Любопытно сколько у меня тут всего. Короче, ставьте, точнее голосуйте за эту игру если хотите ее увидеть. Дальше по списку у нас идет всеми уже, как можно сказать, забытая игра под названием Subnavica. Subnavica замечательная игра, но недооцененная, я считаю. Ну, по крайней мере на моем канале точно недооцененная, либо, не знаю, я скучно снимаю, либо игра так себе. Короче, как-то так. Дальше, дальше идет такой, такая тема как, такая игра как Planet Nomads. Еще одна игра, очень похожая, кстати, на Empyrean Galactic Survival, но, к сожалению, почему Empyreona, кстати говоря, нет в этом списке? Потому что моя, мой компуктер не тянет, да, мой компуктер не тянет, к сожалению, не тянет. По этой самой причине, после некоторых обнов, мы вынуждены ждать, точнее вынуждены ждать оптимизации, чтобы снимать по этой игре и дальше. Но пока эту игру может заменить, в принципе, замечательная игра под названием Planet Nomads. Я делал обзор на эту игру, если вы хотите увидеть именно летсплей по этой игре, я обязательно буду снимать. Так как эта игра, она интересная, я думаю, что она не хуже многих моментов в игре, то есть не хуже многих других игр, и поэтому стоит на нее обратить внимание. Так, что это, вернуться к технику все время. Он че, блин, че от меня он хочет? Давайте посмотрим, а, блин. Так, ладно. Давайте посмотрим, что за миссия. А, вроде бы у меня есть то, что ему нужно. Так. Так. Как говорил Терминатор, I need your weapons. I need your clothes. Так. А, на магничный фиолет хотел. Так. Техник. Согласен. У, улучшение усилителя дополнительной типу зданий позволит. Короче, радар улучшает мне. Так. Теперь надо будет романтический металл брать. Но это уже потом. Сейчас мы займемся другими делами. А, итак, да. Сейчас мы должны провести еще несколько игр для голосования. Я остановился на Planet Nomads. Дальше. Дальше идут в списке всего две игры под названием City Skylines и Stellaris. Казалось бы, две игры, про которых у меня не было видосов вообще. Да, у меня не было видосов на канале никогда. Но они могут появиться, если вы очень сильно этого захотите. И в этом не будет никаких проблем. Так. Да, вот так-то лучше. Че? Он требует улучшенного расщепителя. Ему, видите ли, этого мало. Так. Но мне все равно. Тут нужна ферритная пыль, хотя бы какая-нибудь. Че-то мне кажется, что если я слезу... О! О! Че-то как-то... Я думал, он прекратит шалить, а он не прекратил. Так, ладно. Возвращаемся к теме. Stellaris — это довольно интересная игра. В принципе, она относится к разряду космических пошаговых стратегий. Думаю, вы с ней знакомы неплохо. Я могу, в принципе, начать кампанию по Stellaris. Далее идет такая игра, как Cities Skylines. В принципе, тоже градостроительный симулятор. И, в принципе, тоже интересная игрушечка такая. Тоже могу, в принципе, ее начать снимать. Такие вот дела, дорогие друзья. Это все, за что можете проголосовать. Не просите у меня играть... То есть, снимать Eivorian. Я не буду снимать Eivorian. Потому что... Eivorian — это... Это игра, в которую я не хотел бы играть. Если честно, она для меня скучная. Реально, она для меня скучновата. Потому что в ней... Да, в ней тоже вышла обнова и все такое. Но мне не особо интересно этим заниматься. Потому что лично мне эта игра не очень зашла. Я не очень понимаю вашу восторженность от этой игры. Честно. Я честно не понимаю. Эта игра мне не зашла. Это даже не совсем... Не совсем то, что... Формат от тех игр, которые мне нравятся. Это что-то вроде трехмерного RimWorld в космосе. Ну, по моим соображениям. Может, это и не так. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Так что вот такие вот игры. Если вы действительно хотите повлиять на судьбу канала, пожалуйста, проголосуйте. А теперь я возвращаюсь к теме... Скажем... Тех, кто очень сильно ожидает все время инженеров на моем канале. Мой канал не всегда будет инженерным, дорогие друзья. Не всегда. Особенно... Нет, может быть, когда-то я и загорюсь идеей. Каждый день клепать видосы. Но только после того, как я куплю новый ПК. Когда цены стабилизируются. Когда, скажем... Выйдут новые процессоры. Я надеюсь, что это будет осенью. То есть, я осенью смогу сделать новый... Собрать себе новый ПК. Купить его. Очень надеюсь. После этого, конечно же, вы увидите огромный прирост в качестве сериала. Огромный прирост в качестве роликов. Я даже буду записывать заранее тексты. Это для тех, кого очень раздражает моя речь. Которая иногда кажется не связанной. Такой-то, какой-то, не такой. И я уверяю этих людей, что, поверьте, я буду заранее писать свои тексты, чтобы вас не раздражать. Чтобы вам было комфортно смотреть. То есть, слушать мою речь, чтобы она была адекватной. По вашему мнению. Так что, все будет очень хорошо. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. И надеюсь на то, что я вас не разочаровал. Надеюсь на то, что вы все-таки проголосуете, что данное видео наберет больше 300 просмотров. Надеюсь на это. Надеюсь, что это так и случится. В остальном я могу сказать, что большое вам спасибо. И попрощаться на этой ноте. Помогите, как говорится, развиваться маленькому-маленькому такому крошечному каналу на ютубе. Который даже не особо пока дотягивает до какого-то качества. Ну, с вами был Лор Лемур. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока-пока. До встречи, точнее, в новом видео. Вот, да. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok